Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Элизабет Даркмор, ваша любимая сусошная вампирша и любимица Сия Хэллоуина на этом аккаунте. Сегодня посмотрим и расскажем, что же добавили, что изменили и что мы будем ждать к следующей неделе в этот Хэллоуин. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек и поехали. Новостей на самом деле много, но не могу сказать, что они очень значимые. Начнем с самых простых. Пейнт Хорсов поколение 3 от Конного Манежа переместили на ранчо Старщайн, но не пугайтесь, что там стоят всего лишь 2 лошади. Теперь все масти породы запиханы именно в меню покупки. Так что если вы не можете найти любимую масть данной породы, нажмите на любую из предложенных на ранчо, и там уже откроется список всех доступных пород этого ранчо и все масти данной породы. Разработчики потихоньку начинают доработку наших лошадей. Да, было сказано, что все модели третьего поколения получили некие изменения, связанные с поворотами. Я лично пока очень сильно этого не ощутила, но мне кажется, что действительно добавили некую динамику или реалистичность. Не знаю, как сказать, но раз это изменение коснулось, по их словам, всех лошадей третьего поколения, то, видимо, такие классные повороты на разных скоростях будут теперь и всех остальных лошадей, выпускаемых третьего поколения. Я заметила изменения, правда, немножко. А вы сразу поняли, что что-то переделали. Если вы не получили еще белого ворона с черным клювом, советую поспешить, так как еще немножко и Хэллоуин уйдет от нас до следующего года. Как же это сделать? Нужно отправиться в жуткую поездку. И там начать собирать все возможные материалы, книжки, камушки, косточки. И потом, в конце поездки после расщелина, будет ждать наш любимый друг ворон, у которого вы сможете обменять все эти предметы на кости. Собрав достаточное количество костей, а также, по-моему, слизи в банке, и найдя определенный камень, вы сможете получить данного ворона. Напоминаю, что для прошлогоднего ворона, который сидит у меня в сумке, потребуется красный камень. Он называется Ведьмин Глаз. Найти его можно в Форт Пинта после того, как вы найдете секретную призрачную ворону или призрачного ворона. Точно такой же, только белый камушек и понадобится для белого ворона. Если вы найдете подсказку около входа в данную цитадель, то сможете узнать, что белый камушек находится под челюстью динозавров ДСД. А в магазинах же нам добавили два новых комплекта одежды, которые мы уже видели на артах. Это костюм кошечки в черно-тыквенном цвете, который, если честно, мне как-то не очень сильно зашел. А вот костюм белого оттенка под названием «Комплект неуловимых фейер» мне очень понравился. Вы могли видеть, в моей группе Star Stable Equestions я уже купила Эрике данный комплект. И не жалею, очень красивый. Вот жалко пока что, что все вот эти новые вольтрапы и седла недоступны всем лошадям третьего поколения. А ведь как жаль, ведь Фриз грустит без данных комплектов амуниции. Нам добавили поиск конфет. Примерный аналог того, как мы примеряли костюмы на день рождения. Здесь стоит озорной дух, и каждый день у него разные костюмы. Прежде чем выполнить у него задание, загляните в шкаф и оденьтесь подходящим образом к этому призраку. Благодаря этому получится баф, и вы соберете намного больше конфеточек. А за конфеты будете получать какие-нибудь подарочки. Добавили сюжетку с наездником Томпсоном. Но не бегите сразу ее выполнять, если допустим вы это уже делали в прошлом году. Так как это ее повтор. Поэтому если хотите узнать с нуля, или вспомнить историю жизни, и как вообще появился на свет наш любимый наездник. То ищите Линду, она вам все расскажет. И готовьтесь к достаточно мрачным приключениям. Ну а на следующей неделе мы еще раз заглянем еще глубже в воспоминания наездника Томпсона. Видимо это обновление уже будет новым абсолютно для всех. Так что мне интересно посмотреть, что же там добавят. Также нам добавили новые спойлеры, но об этом мы поговорим в отдельном видео. Ну а на этом, пожалуй, все. Я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Как хорошо, что у меня есть этот персонаж. Он живет, пока жив Хэллоуин. Субтитры подогнал «Симон»!